Привет, друзья! Сегодня наш выпуск не будет начинаться как обычно, и нам с вами нужно много о чем поговорить. Вы знаете, что Россия вторглась на территорию Украины, и сейчас армия, авиация, танки топчут землю нашей Родины. В этой войне нет совершенно никаких оправданий, что бы вам не рассказывали ваши вожди. Вы знаете, что на моем канале нет никаких политических высказываний. Я не делю на людей по странам. Я считаю, что яхтинг — это то, что людей объединяет. И у меня есть огромное количество друзей и в РФ, и в РБ, и в Украине, и в многих странах мира. Но в данный момент мы с вами говорим о том, что соседняя страна, Россия, Российская Федерация, вторглась на территорию моей страны. Возможно, вы скажете, ты сидишь в Панаме уже долгое время, но если вы следите за новостями, я вам хочу рассказать немножечко о себе. У меня в Киеве находится мама, сестра, племянница, другие родственники. В Гастомеле — это там, где проходили самые ожесточенные бои уже несколько дней, находится мой папа, он все это видит, мне рассказывает. Дочка Диана, которую вы наблюдали много на нашем канале, наше путешествие, она находится в Одессе под обстрелами, находится постоянно в бомбоубежище, в паркинге своего дома. И вы понимаете, куда пришел тот яхтинг, который был у нас, и мы вам его показывали. Когда мы говорим с вами о политике, политики у меня на канале нет, но сейчас мы с вами говорим о войне. Поэтому я хочу обратиться к ребятам, которые защищают Украину. Спасибо вам огромное, я вам помогаю, чем могу информационно. Мы достучались с постингом новостей с Украины в самые глубокие страны мира, такие как Маврикий, Азия. То есть со всех уголков нашей планеты люди знают, что происходит, и знают новости. Нет никаких оправданий для того, чтобы убивать моих сограждан, убивать моих друзей, знакомых, несмотря на то, что ваши правители, ваш царь решил сделать. Поэтому я хочу вам сказать, наверное, те люди, которые поддерживают это все, нам с вами вообще не по пути. И все люди, которые будут писать комменты, что хоть где-то я услышу, хоть малейшую поддержку, будет сразу в блок. Эти люди на моем канале высказываться больше не будут никогда. Нету оправдания, еще раз повторю, нету этому оправдания. Теперь я хочу обратиться к россиянам. Так как на нашем канале аудитория взрослая, аудитория самодостаточная, то, скорее всего, сейчас, возможно, на Украину отправляют ваших детей. Боритесь, выходите, протестуйте, потому что ничего хорошего на Украине их не ждет. Сейчас украинская армия, чтобы вам не говорили, несмотря на вашу пропаганду, несмотря на все новости, что у вас нет потерь, украинская армия сейчас настолько сильная, настолько обученная и имеющая такое количество самого современного вооружения, что люди просто отправляются на смерть. Те солдаты срочной службы, которые находятся сейчас на территории нашей Родины, те, которые заехали один день или два, пересекли границу, скорее всего, уже все мертвы. Поэтому те, которые забирают, а сейчас забирают у вас уже и ОМОН, и внутренние войска, и Росгвардию, и всех, то есть уже не военных людей, которые находятся у вас в ваших городах. То есть эти люди, есть уже много официальных документов, которые показывают, кто они и откуда. То есть если ваша страна отправляет людей, которые уже не связаны с ведением боевых действий, то вы понимаете, о чем это говорит. Если ваших детей будут отправлять ко мне на родину, то с тем оборудованием, которое сейчас есть в Украине и используется очень эффективно нашими солдатами, уничтожаются колонны техники. И в течение получаса у нас есть огромное количество видео, огромное количество фотоподтверждений, когда стоят просто километры техники на дороге, которая полностью уничтожена с сгоревшими людьми. Никто из украинцев не хочет войны. Поэтому если россияне хотят приехать к нам на родину с военной миссией, то, скорее всего, они все умрут. Умрут ваши дети, братья и все те, кого вы не хотели бы терять. Поэтому делайте все, чтобы этого не произошло. Протестуйте, отстаивайте свои права. Я знаю, что адекватным людям война не нужна никому. Но мне на самом деле очень тяжело об этом всем говорить. Я думаю, что на этом я свою речь закончу. Что будет с каналом, я не знаю. Я не уверен, что канал я буду продолжать в том же формате, в котором есть. Я не уверен, что он будет идти на этом языке, на котором он идет. Это мы будем смотреть дальше. Все будет зависеть от моего настроения. Но в любом случае это все будет после того, как на территории нашей страны не будет ни одного оккупанта, не будет ни одного военного из Российской Федерации. Остановите войну. Сделайте все возможное, что в ваших силах. Не бойтесь, потому что будут умирать ваши близкие. И Украине будет тяжело, но мы не несем таких больших потерь, как несет Российская Федерация. И ваших людей умирает очень, очень много. Несмотря на информацию от ваших официальных СМИ. Из-за того, что сейчас в Украине огромное количество убитых военных с территории Российской Федерации, Украина попросила Красный Крест начать вывозить трупы на родину. И это очень большое количество. Поэтому, если вы переживаете за своих детей, своих родственников, своих братьев, я оставлю в описании к этому видео телефон горячей службы. Это украинские номера. Вы можете звонить туда и выяснять судьбу ваших детей. Эта линия создана специально для того, чтобы вы могли знать, живы ли ваши родственники или уже нет. Сервис называется «Вернись из Украины живым». Все телефоны в описании. Я так понимаю, что на территории РФ никакие ссылки работать не будут. Звоните, выясняйте. Это обычные номера, с которых вам должны дать информацию по всем вопросам. Все, друзья, пока. Может быть, прощайте. Будет видно. Привет, ребята. Я считаю, что в этом выпуске Сереже я тоже хочу сказать свое слово. Постараться не заплакать. Пока буду говорить. Я в очках, потому что, извините, я когда щурюсь, я теряю мысль, которую хочу донести. Три дня назад все было хорошо, все было нормально. Мы в Панаме, как и прежде, и мы чиним свою лодку, как и прежде. Мы встречаемся тут с людьми какими-то, с соседями тоже, с лодок народом, как и прежде. И у нас были американские друзья в гостях. И мне чувак говорит, слушай, вот наш Байден и наша разведка говорит, что Россия нападет на Украину. А я говорю, да ты что, чувак, это невозможно. Это просто что-то, если бы ты знал украинцев, если бы ты знал россиян, ты бы понимал, что это невозможно. И, а потом на следующий день, через день, в 12, в час ночи, когда у нас здесь был час ночи, мне звонит телефон, звонит Диана и говорит, что их бомбят. Она в Одессе, и их бомбят. И реально слышны звуки. И я говорю, ну Диана какая, это, наверное, что за, как бомбят? Ну, с такой спросони не можешь просто вообще понять, что происходит. А она говорит, нет, включи что-нибудь, посмотри, нас бомбят. И с тех пор я начала смотреть, читать эти стримы, видео, обращения всех президентов и всех, кто в данной ситуации что-то говорит на этот счет со стороны России, со стороны Украины, со стороны стримы всякие, дождя и остальных. То, что происходит, это ужас. Это просто, ну, это кошмар. И то, как самая ужасная невероятность происходящего, то, что я так понимаю, что многие россияне до сих пор не понимают, потому что они слушают своих вот этих, там, Матвиенко, кто Лавров, что они говорят. Люди, посмотрите, я не знаю, посмотрите стримы с Киева, посмотрите стримы с Одессы, посмотрите, как это реально выглядит и что реально происходит. Я могу себе представить, что, наверное, российское руководство хотело захватить Украину быстро, одним-двумя днем, без жертвами, торжественно, и как бы сменить там власть. Этого не получилось, и это невозможно было. Это, я так, я не знаю, есть там какой-то план Б или что, на данный момент гибнет очень большое количество людей с двух сторон. Украинцы гибнут за свой дом, на своей земле, и, слава богу, у них сейчас армия намного сильнее, чем прежде, они дают отпор, они сражаются. И это не нацисты, как вам об этом преподносят, там наркоманы, кто там еще, наркоманы-то кто у нас, типа президент Зеленский. Кто бы как ни относился к Зеленскому, сейчас абсолютно не об этом, сейчас о том, что стали появляться огромное количество видео с мертвыми людьми. И это и российские военные, это и украинские, в том числе мирные жители. И операция, наверное, в том виде, в котором они ее видели, точно не произошла. То, что происходит, это убийство. И это, я считаю, большое преступление. И я считаю, что каждый должен, насколько может, попытаться повлиять и остановить это. Потому что, ну, последствия этого, то, что уже произошло, они, ну, это просто, это черная пропасть, которая, вы не понимаете, наверное, украинцев, россияне, если вы считаете, что там нацики под живым щитом из горожан, или как-то так. Это абсолютно неправда, это не так. И я надеюсь, что, я не знаю, будет меньше жертв, что жертвы остановятся вот как можно скорее. Потому что то, что сейчас происходит, это глобально, это очень большая боль для всех. Поэтому мне кажется, что люди внутри России тоже должны не бояться. Я не тот человек, который там ходил на митинги хоть сколько-то раз. Но то, что сейчас происходит, мне кажется, невозможно сидеть дома, невозможно об этом не говорить. Я считаю, что нужно говорить свое отношение к этому и пытаться это остановить всеми силами мира, любви, и как можно поменьше, пожалуйста, жертв. Давайте это остановим всем. И еще я хотела сказать насчет того, что происходит на улицах городов и вокруг городов, и вокруг военных объектов в Украине. Вы поймите, что украинские люди, они помогают своей украинской армии. И российский солдат на этой территории, мне кажется, самое лучшее, что с ним может произойти, это только если он сдастся в плен. Потому что я так понимаю, судя по видео допросов, они все достаточно, они все очень дезориентированы, они не знали, куда и на что их отправляют. У них нету, конечно же, мобильных телефонов, чтобы понимать, что вообще происходит. И это страшно. Я уверена, что никто из этих людей, которые там сейчас, я думаю, что многие вынуждены находятся, я надеюсь, что они остановятся и это все прекратится. Для меня это, мне кажется, самый бескровный способ это остановить здесь и сейчас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!